Сегодня на самом северном Крыму, на заливе. Проезжая через город Армянск и село Волошино, я его отметила красной линией, мы попадаем на городской пляж. Отметилась синяя линия, вот здесь именно мы и находимся сегодня. Это практически на границе с Херсонской областью. Это Перекопский залив, часть Каркиницкого залива, Черного моря. Вдается в берег у Перекопского перешейка на 20 километров. Юго-восточная часть залива мывает берега полуострова Крым. Северо-западная часть берег Херсонской области Украины. Ширина у входа около 18 километров. Залив мелководный, максимальная глубина менее 5 метров. Дно песчаное и листое. С запада залив ограничен косою села Приморское. С востока залив ограничивает мыс Казак. На северо-восточном побережье залива выделяется Малая коса и несколько других кос. Берега обрывистые до 9 метров, местами заболочены. На заливе тут такой вот отлив. Но это еще очень маленький отлив. Потому что бывает так, что за 2 километра воду отгоняет. А так, в принципе, вот. Что, медузы еще даже тут бывают? Мы на Серегущем в этом году их толком не видели. А здесь какая-то валяется. Ой, вода теплая-теплая. Она уже дохлая тут какая-то. И что, много медуз? Слава, аккуратно мне в телефон сейчас зарядит. Ой, вот такое море у нас. Мам, только не уродни в море телефон. Чтобы вы понимали, какое у нас море в Северном Крыму. С этой стороны видны ветряки украинской таможни. Не знаю, насколько вам будет видно. Так приближу. Обратный берег тут даже видно Украины. И вот это вот наш армянский такой залив. Тут наши пограничники с этой стороны. И вот так вот люди отдыхают по всему берегу. Ну, сегодня даже по колено мне воды не будет. Ну, вода, конечно, чистая, теплая. Но когда встаешь, поднимается муть. Это всегда так. Это особенность нашего залива тут. Запах моря здесь. Никаких лишних запахов таких нет. Вонючих. Сейчас бы хорошо как раз положить на водичку матрас и плавать на нем. Просто так в свободном плавании. Здесь ветреную погоду. Вот сегодня, кстати, ветра нет. Удивительно. Очень тихо. А ветреную погоду здесь на фанах. На парашютах летают. Здесь есть грязи. Это место богато сероводородом. Флора и фауна залива представлены зарослями застеры. Тонколистный. Это комка в простонародье. Моллюсками, креветками, медузами, морскими иглами, коньками. У меня в заливе водилось много бычков, камбалы, кефалий, других видов рыб. Но сейчас их стало меньше. Дно порастает такой мягкой травой. По ней, кстати, очень приятно плавать. Мягкая, мягкая. Данил, ну давай тихо. Данилу по колено. Тут места уже с грязями. Вначале ноги не проваливаются, потом проваливаются. А уже нам по колено? Да, уже мне по колено. Воды. Воды сегодня мало. Конечно, когда воды больше, можно и поплавать. Но ее все равно недостаточно, чтобы насладиться именно плаванием. Но здесь очень свежий и приятный воздух. Катера на воздушных подушках стоят на берегу. На месте нашего бывшего клуба. Не знаю, там разрешают ребятам сейчас заниматься чем-то или нет. Для детей раздолье здесь. Маленьким деткам хорошо. Мелко, тепло. Восточный ветер поднимается и вот так вот уносит воду от берега. Идет отлив. такое вот у нас в армянске на заливе явление природное так убегает водичка с нашего залива в сторону черного моря в глубь каркеницкого залива повернется ветер развернется волна и воду все понесет обратно к берегу дети развлекаются приезжают сюда кто отдыхать машется грязями тоже потом моются ходят все черные раньше здесь был причал стояли спортивные яхточки маленький это начиналось в советское время поэтому денег не жалели на это все время с началом 90-х годов все заилилась и никому не стало нужно финансировать завод перестал выделять на это деньги со временем по продавали яхты была еще одна частная яхточка на со временем тоже пришлось продать тут еще и мидии здесь даже когда-то стояла лебедка чтобы доставать яхты на берег но ее в итоге потом на металл тоже разобрали порезали и уже не осталось там и следа от нее когда-то стояли прям заливе тут металлические сооружения с деревянным настилом для загара были тоже ямы вырытые чтобы можно было поплавать были заходы удобные в виде таких мостиков чтобы во время отлива не ходить по муляке и по комке выходить сразу на чистый берег были горки металлические так по всему берегу стояли горки и с этих горок сразу скатывались и тоже ямки там были и в эти ямки с водой в общем развлечений было здесь действительно много сейчас я хочу такое для себя развлечение как кайт ну или что-нибудь такое можно было приезжать и наслаждаться отдыхом спортивным кайт серфингом здесь заниматься очень удобно особенно детям начинать потому что здесь мелко воде здесь нигде нет глубины я здесь свое время училась на парусной доске кататься и мы ходили вот так отсюда и аж до дальней косы на другой конец берега сейчас там украина уже так не походишь к границе потому что место шикарное для отдыха в такое время года как сентябрь октябрь даже ноябрь в теплые дни прогревается вода слава шон ты ее есть будешь вкусная мидия прям свежая да особенно на костерчику бросить ну вот свежая мидия хорошая медина ее можно съесть давайте давай ты был бы лимон я бы лимоном и раз и съела мидия вообще креветки здесь много обитает многие конечно браконьер не чует их тут ловят но креветка просто вкуснейшая весь еще мы раньше раскидывали трубы металлические а потом ходили собирали в них бычка бычок спрятался в трубы мы поднимали трубу сливали с нее воду и бычок оставался в руке что на берегу очень мало пескапу все с чем здесь растет трава но и окосят много деревьев можно останавливаться под деревьями комфортно отдыхать в тенечке есть навесы на берегу лежит много комки но она никаких неудобств не приносит запахов нехороших не издает это в принципе то водорос которая является очень хорошим антисептиком также стоят контейнеры навесы детские качели турники есть туалет в общем все необходимое для отдыха здесь есть вот такой вот не туристический крым друзья я сегодня с вами прощаюсь пока пока до новых встреч